Кэшбэк-сервис Letyshops.ru позволяет экономить на покупках в более 700 популярных магазинах. А расширение Google Chrome напомнит о кэшбэке. Как получить премиум аккаунт в подарок, смотрите в описании. Здарова, народ! Всем отличного настроения! Вы смотрите канал China Gadgets. И сегодня у нас в гостях флагманское устройство от компании YouHuns. Надеюсь, правильно произнес название данного бренда. Это модель с лаконичным названием S1. Телефон отличается по заявлению производителя, премиальным внешним видом и отличными камерами. Однако, на что же способен этот аппарат в реальных боевых условиях, сейчас мы с вами и постараемся узнать. Ссылка на данное устройство есть в описании под видео. Посылка до Краснодарского края шла около 20 дней. Итак, дорогие друзья, настало время узнать, что же действительно прячется в этой картонной коробочке. Погнали! Так, и есть контакт. Ну, почти, почти есть. Вот он. Да что ж такое-то, а? Не хочет, а коробка-то достаточно здоровая у смартфона. И такое ощущение, что она там приклеилась, зараза. Давайте попробуем отсюда подобраться к ней. Ну, на этот раз, я думаю, у нас всё получится. И вуаля, коробочка со смартфоном. Ну, и больше ничего тут нет. А значит, в сторону всё. В огромную кучу мусора. Что у нас тут? Ещё тут куча антидепрессанта. Ну, дорогой Уханс С1, мы рады тебя приветствовать. Ну, точнее, не тебя, а твою коробочку. Вот такая у нас достаточно скромная коробочка, на которой вот у нас и мы изображены. Ну, и что? Кстати, цвет white, беленький он у нас будет. Ну, и технические характеристики устройства. А именно, восьмядерный процессор MTK6753. Да, не предел мечтаний. Что ещё у нас? Своя операционная... Ну, оболочка. Называется она FreeMe OS. Две сим-карты. 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта накопитель, 5-дюймовая IPS HD матрица. Не Full HD, HD. Жалко, печально. Что у нас тут с камерами? 13-мегапиксельная камера с интерполяцией до 16 мегапикселей. 5-мегапиксельная передняя камера с интерполяцией до 8. Батарейка, ух ты, 2200 мАч. Ну, надеюсь, товарищи из компании Уханс удивят нас оптимизацией. В противном случае, ничего хорошего. Такой объём батарейки нам не сулит. Ладно. Вот он, сам смартфончик. Вот тут вот так вот подложечка. Скрепочка для отверстия сим-атка. Классическая. Конверт белый. Что у нас там прячется? А прячется у нас тут, ну, это, соответственно, очиститель. Quick Guide, разумеется, он у нас на английском языке. Ну, не на китайском, уже хорошо. О, фирменный силиконовый бампер. Классический такой вот. Ну, что могу сказать про бампер? Ну, бампер как бампер. Бронестекло даже есть. Ничего себе, что целое, что ли? Да ладно. Целое бронестекло. Вот это крутяк. Вот это плюс. Ну, и как его обратно там? Вот, всё, отлично. И больше ничего в конверте нету. Значит, всё это пусть у него обратно и отправляется. Так, в сторонку. Далее у нас блок зарядного устройства. Запечатанный весь такой. Тоже без каких-либо дизайнерских изысков он. Простенький на 1000 мАч. И, разумеется, кабель не Type-C. Обычный. Мини. Ну, микро-USB. Тот фон мини. Что ж там будет-то? Тот смартфон будет толстый точно. Так, всё. Не борчу. Давайте ознакомимся с внешним видом нашего красавца. Потому что смотрится смартфончик достаточно неплохо. Плюс мы ещё и, оказывается, розовое золото. Вот. По периметру. Слот. Так, слот. Вот это я... Куда я делал скреп? Никто не видел. Куда я... Вот зараза такая. Хотел сразу... А, вот она. Хотел сразу открыть и посмотреть, что у нас тут со слотами. Раз, слот. И мне показалось, что втор... Нет. Один слот, да, у нас? И что у нас? Один слот под сим-карту и больше ничего нет? Или он... Ух ты, какая тут тема! Это мне кажется ли действительно так? Короче, смотрите, ребят. Первый раз сталкиваюсь с таким. Возможно, это где-то реализовано и на других устройствах. Но я лично с этим сталкиваюсь и повторюсь в первый раз. Тут можно установить карту памяти вот сюда. А сим-карту сюда. Либо, походу, две сим-карты, но с разных сторон. Вот это интересная тема. Мне пока что нравится. Не знаю, как это будет удобно. Надеюсь, будет удобно. Так, что у нас тут? А, ну вот, кстати, на заднике нарисована схема, как этим всем добром пользоваться. Вот этим суперинтересным слотом под сим-карту и карту памяти. Так, давайте-ка я уберу все транспортировочные плёнки. Вот сюда вот. И вот эту тоже с задника мы уберём. Итак, задняя крышечка у нас якобы из стекла. Ну, я думаю, это всё-таки пластик. В полном обзоре расскажу, что за материал тут используется. У нас надписи Уханс, Диссигнухас. Тьфу, ёлки-палки. Диссигнуханс. Модель S1. Сканер отпечатков пальцев. Надеюсь, работает шустро. А глазок 13-мегапиксельная камера. И вспышечка сверху. О, что это у нас сверху-то такое? А это разъём для наушников 3,5 мм. Снизу динамик, USB и микрофончик. Ну, тут у нас на левой стороне слот под сим-карту и карту памяти. На правой стороне качелька громкости и кнопка включения. К сборке пока что претензий нет. Ничего не люфтеют, не болтается. Ни грязи, ни остатков чего-то, продуктов жизнедеятельности нет. Всё, всё красиво. Ну что ж, мы обязательно узнаем, на что способен данный аппарат из полного обзора. А сейчас давайте-ка запустимся. Ну и... Вуаля. Всё. Смартфончик начал запускаться. По сборочке мы уже, в принципе, пробежались. Что же мне напоминает этот аппарат? Что же он мне напоминает? А напоминает он мне, как ни странно, iPhone 4s. Не знаю, кому как, но мне почему-то в первое впечатление, вот, я вижу iPhone 4s. Вот, глазами инженеров компании у Ханс. Так, мелодия пошла уже. Не раздражает, но такая писклявая достаточно. Так, ой, ладно, потом определимся с языком. Сейчас я всё это быстро дело, разумеется, пропущу, чтобы... Да-да-да. Чтобы быстрее включиться. Неинтересно. Давайте быстрее бежим. Так, запустились вроде как, и нам предложили сменить оболочку, но мы останемся на том, что идёт изначально. Так, оболочка, как я уже говорил, своя. FreeMe. Какое-то такое странное название. В общем... Что, тормозить, не тормозить? Да нет, вроде как уже прогрузилась. Достаточно быстро всё листается, перелистывается. Так, где у нас настройки? Меня интересуют настройки. Хочу посмотреть версию андроида из коробки. Так. 6.0. Уже хорошо. Надеюсь, системные, так сказать, апгрейды будут присутствовать и прилетать на наше устройство. Стараемся обновиться. Может, что-то есть уже интересное. Так, русский язык в системе присутствует. Ну, практически голый андроид с настройками, потому что с надстройками, если правильно сказать. Потому что вот настройки у нас в основном все стандартные. И только вот внешнее вот менюшка перерисована. Вот ещё какая-то тут... А, кнопочки, да? Вот, кнопки только на экраны, и, к сожалению, я их не очень люблю. Не всегда это удобно. Ну, так уж распорядились графические дизайнеры. Так, отпечаток пальца мы проверим уже в полном обзоре. А сейчас давайте посмотрим на возможности камеры в быстром беглом тесте. Вот, давайте перевернём верторманом. Сфотографируем, что у нас тут есть. Интерфейс у нас, ну, я не скажу, что он как-то кардинально переработан. Но всё-таки переработан и переведён ещё более-менее нормально. Макияжный режим, макияжный режим, ребят! С таким я встречаюсь в первый раз. Так, ну, это, разумеется, в других смартфонах называется немножко по-другому. Это просто красивое лицо или ещё как-то типа такого. В общем, не советую этим пользоваться. Мне лично не нравится. Во всяком случае, красивое лицо это точно не делает. Настройки, разрешение и качество. Так, 16H-мегапикселей у нас интерполированных, 8 мегапикселей. Основное, так, видео Full HD на фронталочку 480p назад. Тут ничего особо интересного. Ну и давайте сделаем тестовый снимок. Давай сам фокусируйся, не буду тебе помогать. Угу. Есть у нас контакт. Давайте посмотрим, что у нас из этого получилось. А получилась вполне себе неплохая фотография. Надо будет побегать с данным смартфончиком и протестировать её более детально, потому что камера неплохая. Возможно, ещё прилетит какая-то обнова, её ещё лучше сделают, надеюсь. Пока что забегать наперёд не буду, потому что я не знаю, что у нас там с обновлением по воздуху, как дела обстоят, есть обнова или нет. Как с поддержкой в целом. Ну и всё, наверное, дорогие друзья. Аппарат отправляется на полное тестирование. Постараюсь её, как можно сказать, отснять. Будет, разумеется, полный тест. Прогоню её в бенчмарках, хотя тут уже всё предсказуемо, потому что процессор не самый новый. Уже вдоль и поперёк мы изучили. Протестирую камеру, сканер отпечатков пальцев, игрушки поставлю. Посмотрим, как аппарат справляется. Обязательно проверим батарею, потому что это вопрос номер один. Ну и... Да что ещё? Ну, там уже в полном обзоре увидим, что тестировать. Ладно, всем огромное спасибо за внимание и поддержку. Спасибо за просмотр. Спасибо за лайки, подписки, комментарии. Задаем вопросы, постараюсь ответить всем. Ну, а также приходите в нашу группу ВКонтакте. Там будет фотосессия этого смартфончика. Ну, а также там проводится голосование за следующие интересные девайсы для обзора. Всем ещё раз спасибо за внимание. Пока-пока. Вот такой вот аппаратец от компании Уханс. Ну, вполне себе симпатичный. Во всяком случае, не страшный. Посмотрим, на что он способен в полном тесте. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!